Играет чемпион мира Каспаров, черным играет весильный табал, баланская игра, смесье тоже выдающий шахматист, он был чемпионом мира ФИДе, это не чемпион мира по классике, это чемпион мира ФИДе, это все семьи Ужинова, но все равно он презентовал на то, что будет шахматистом номер один. И вот эта партия очень эффектная, которую выдаст Каспаров. Я уминул очень быстро дебютную стадию, потому что хочется показать эффекты окончания, поэтому давайте сразу, давайте сразу, с первой там у нас хану, будем попущены на этот двигатель. Значит, Е4, Д6, это называется дебюту Фирсова, значит, это людей Пирсов-Фирсов. Это было бы освободительные носители, которые мы смотрели. До сих пор С7-5, С7-4 защита, С7-5 была партия скандинутная защита, Е7-5 это было открыто, дебют в инорке, то вокруг у нас это равно изучировали Е7-6. А это, значит, у нас называется, значит, безуфий, вот, g6, d4, конь f6, конь f6, конь c3, g6, слон e3, здесь, опять-таки, как во многих дебютах, беда эта мощь и центр получает, черная, пытается его атаковать сразу по сторонам. Солнце 7, фирс d2, c6, шар не так устроен, потому что беды начинают, и если они играют достаточно гработно, они младеют лицативой, беды сначала даже как-то не должен уравнять их кровь, а потом уже проявляют больше, поэтому здесь, значит, в кирсу фирсово, беды проще считаются от f3, и почта-центр не удержат потом, чтобы начать, атаковать на редком фланге. В b5, черный сразу начинает, и киридей сферует, преодолеть на ферд на фланге. Каспаров играет конь g2, конь g2, конь bd7, нет, другой, конь bd7. И теперь слога 6, это одна из-за сборных, слоги 3, а6, то есть идея развивания на ф6, идея развивания на ф6, и там король будет себя чувствовать не очень удачно. Черный, черный, победа на ф6, ферд, победа на ф6, черный, законченный, развивания на ферд, на фланге вывели слога на бассейн. Белый не хотят допускать боевых, походу b4, потому что здесь будет на e4 неприятно, хотя нет, ну просто, чтобы не отступать, он сыграл облик, чтобы не отступать к нему. После этого было e5, e7, e5, длина донкировка 3, 0, короткая донкировка не получается, здесь нужно было коня с участку брать, слона потом брать, потом прикровать, очень толкую, а белый хотят быстрее, то есть битка так, хватит по нему 3, 0. После этого ферд и7, ферд совершенно опасный, выиграли d, король, что он на b1, здесь всегда он будет черный, длина длина, всегда на руку белым, после этого а6, а7, а6. Пешку по 5 защищаю, и потом при случае играется 6,5. Белый переводит коня, но они не очень хорошо, они его переводят на высшее поле, отступили коня на c1. Ну, черный тоже пора запрещать, если они собирают рендер. Этот конь, который зацепил на c1, теперь он играет dv3, то есть он приближается к королеву, на ферд на фланге, раз черный сыграет на сделанную длинную рукировку, то естественно, белый уже откатывается от атаки на ферд на фланге, а хотят атаковать на ферд. Вот здесь, видите, одна же на поле а5 есть, который там создаст очень дискополк черный, поль м3. Здесь, здесь черная победа на d4, не будет напряжения в центре, но они не будут, когда сами мы хотели победить. ЕД, беда победила ладьёй на d4, это сильнее, чем конём, потому что для коня это припасено, это ослабленное поле а5. Они победила ладьёй, значит, черный сыграет c5, что они хотели разбродить центр, но надавили немножко на центр. Сыграет c5, белый-мирной в основании ладьёй, ладья была побоя, и развили коня кой-б6, кой-б6. Ну и как бы я прикрываю ферд на фланге, ну пока такая проще находиться до 40-мута едет пешкой, немножко подозрительнее. Короче, полностью оголён, всегда знали, что около него было несколько пешек, но едет, Каспаровский скоро воспользуется. Он собрал же три, где он зацепился своей пешкой, то есть удивляется своей пешкой, а его как хочется оживить. И он находится на нём куляштырь, видите, когда может одна штырь, он там короля проходит, и там он будет довольно-таки настоять, поэтому он сыграл уже три, чёрный сразу же играл на б8, так и на слоножные графиты придётся наступать. И здесь последовало запланированное кой-б5. Позвонил этот кой-б5, и конь-табрич выгидрился очень неприятно, и меня слона отдавать на б7 хочется, поэтому тюрьмы стюкли слоном в угол. Белые потянули этого слона для атакы, слона штыр. Ну, здесь позиция неприятная, чёрный пытается ударить по центру, они играют Д-5, Д-6 и Д-5. В последнем эфире за четыре шага. Но этот, сам по себе, код не так опасен, потому что, как говорится, давно приготовил себе лазерку на осень. Говорят, кажется, на осень. Ну, фигура стояла, и наличная, чёрный, всё держит, все пары лежат. Конь-табрич, конечно, опасно, но, в порядке, если же все опасно, прикрытые. Если мид на Д-5, там три фигуры, между Д-5, то есть бой будет все-таки мощный. Ну, белые сыграли ладья Ши-1, они своего лагеря, который до сих пор с этого угла выигрывает ладья Ши-1. Теперь, конечно, у нас есть две ладья, ладья Наталья Фи-3, просто белая выигрывает ладья Ши-1. Чёрный подождает, бой сыграет Д-4. Чёрный сыграет, конь-табрич. Конь-табрич. И чёрный подождает, конь-бой берет, д-5. И где-то. Вот это батисты, и через шесть карты. Здесь, я надеюсь, оборудована на фризе, и кажется, что фриз Д-6, и все держатся. Всё держатся, более-менее. Если там, давайте, разумеет фризи, и потом на шару будет движка и сеть, то потеряется, конечно, Д-5, и кроме того, кроме Д-6 будет вход. Бой здесь должен будет засыпать. То есть кажется, что чёрный, всё в порядке. Вот это, собственно, такая сложная маневрная игра, привела в такой необычной позиции, но все равно Каспаров, видите, голый, вокруг него нет пешки, как-то он чувствует себя так уютно, но он как-то не воспользовался. Этот, Каспаров находится уже на блестящей комбинации. За счёт этой комбинации, собственно, и партия стала одной из лучших. Какой ход напрашивается? Я не могу сказать, что надо напрашиваться, но пешки отвергается, ограничена, видите, 1, 2, 3 ударов. Меняться с ферзями не хочется, потому что долгосферзей никакой шаги нет. И Каспаров делает очень эффектный ход. Вот он делает, он жертвует ладью, и результаты он просто создает самую настоящую единицу, вот вы сейчас увидите, вот планирует, вот ладья ФМД-4, что не фигня. Ладья ФМД-4. Ну, здесь надо куда-то уйти через дом. Как последующий анализ показал, напал на гоня, ничего страшного, но, конечно, трудно удержаться с обладом, слиться по ладью. И чёрная единица, значит, если просто белая дарит ладью, хочет ее собрать, саде, здесь последовал очень эффектный ход. Федер дышать? Нет, ну, Федер дышать не эффектный ход, просто размерный. Какой эффектный ход? Федер дышать? Может быть, Федер дышать? Федер дышать тогда, ну, просто Федер дышать, но идея правильная, ФМД-4, но перед тем, как ФМД-4, Каспар уже затыщил, на ней, на ней, на ней, в ней, в ней, в ней, в ней, в ней. Теперь как раз, теперь что делать? Теперь-то как раз, теперь-то мы не заберемся на ФМД-4 шаг, ФМД-4 шаг, ФМД-4 шаг, и на королевую 8, и сюда, то ФМД-4 шаг. Теперь ФМД-4 шаг, это более, приходит играть ФМД-8, и тогда ФМД-6 шаг. И конец, потому что, единственное, просто лопастик, это, да? Шаг, а не можно затеряется, то есть, вот такой эффектный ход логи. ФМД-4 шаг лежат логи. Адрес, его. Ну, логи божьи, которые, все равно, все за ней. ФМД-4 шаг, и все равно, все за ней следующее, что есть. Нет, Анталия здесь, Анталия здесь, Анталия здесь, Анталия. Но это, видите, приходится играть королевую шаг. Тогда дается шаг. Но это не так страшно, кажется, что херный конец не дает. Так и было. В черной свете коня. Ну, короче, стоит, конечно, в опасности. Но мы теряли это соотношение, посмотрите, какое. Белые, у белых уже не хватает логи, и коня, ну, фигуру. Знаете, это тяжелое. Но, короче, я считал очень до конца. Очень красиво с конца. Ну, компьютер, может быть, где-то нашел. Да, это не очень легко. Хотя есть фальсированные ходы. Ну, в общем, Казмар просто насчитал. Не знаю, кто это еще. Считал, блин. Смотрите. Ну, Б-4 шаг. Здесь ничего страшного. В том смысле, что легко считать, потому что ученые листы. Вот, правильно. Правильно, ворачьи листы. Теперь нужно сделать очень тихий ход. В ферзе стоит. В большей опасности. Короче, черный, большая опасность. Белые сыграли. Ферзе, смотри. Так вот, тихий ход границ, ферзе, на 3-мах. Правильно? Да. Ну, у тебя, ну, отдай пока. Сравнала ладья. И, Боже. И, тем более, ничего не нужно берут на Д-5. Берут на Д-5. И держу. Дерут на Д-5. Надо все сосчитать. Пока не видно. Отдали ладью и отдали коня. Ой, отдали коня. И, ну, нужно считать, что нельзя делать. Может быть, ладья Е-5? Как? Ладья Е-5. Ладья Е-5. А ладья Е-5, наверное, можно помешившись. И по-прежнему моменту. Шах от света. Есть ладья Е-5. Ну, может быть. Ферзе, 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 ферзе. Так где у тебя все изменяющие позиции, где у тебя на фигуре не хватает? Нет. Если Каспаров так далеко посчитал, так красиво, это совершенно невозможно. Здесь делается тихий ход. Если не представляете. Ладья Е-7. Ну, как-то. Тихий-то не очень тихий. Ну, как-то, тихий-то не очень тихий. Как-то, в ладья Е-5-6 мат. Как-то, в ладья Е-6 мат. Но, кажется, что не страшно, потому что черная игра есть ладья Е-7. И защитает, может, бой Е-6. Что тебе делать? Можно бить пану. Ладья Е-7. Ну, да, так мы съел. Ладья Е-7. Все правильно. Черная игра есть ладья Е-7. Потому что... Все правильно. Дети нельзя из-за мата, но убьют из-за ваших ход. Из-за ваших ход. Какой ход? Ход черный. У них есть ладья Е-7. У них есть ладья Е-4. Чтобы отогнать нельзя от поля Б-3. Здесь придется... Здесь красиво... То, что было в партии. И то, что было в партии. И то, что было в партии. И после ладья Е-8. Это тоже очень красивая матовая идея. Но давайте посмотрим, как было в партии. Ферс победил на В-6. Коня отыграли. В результате... Ферс победил на В-6. Коня в результате отыграли. Но ладей-то не хватает все равно. Ладей не хватает. Поэтому... Ладей-в-6. Ширк Моносота. В картаже-тваприд. Черный. 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 Вот этот. Теперь по-прежнему Черный Триньян. Как дальше действует? И, на самом деле, что... Я думаю, эту позицию надо было считать с самого начала, помните, когда владея первого фронта Володой Ченнерии? Вот оттуда надо было уже это все предвести, иначе Любовь все это просто проходит. А вот дошли до этой позиции, опять надо считать, что делать? Как здесь ходить? И здесь тоже еще один эффект приходит. Смотри, может партия, Смотри. Черные побили районы С-3, и здесь еще один кто приходит. Это вообще невозможно, horrifying. Ферзации после Ферзации после Ферзации и все. Белого у нас дошли, не хватает, ничего. Ферзации после Ферзации? Ну, в ферзации после Ферзации не поменяются. Вообще ничего не осталось. Просто у Белого остались в материях. В черном сутки и лежат в качестве. Нет, вот ты почти угадала. Существу до двух полей. Это, конечно, невозможно следовать. Вы видите, ферзь Гугл загоняется собственной. И с той позиции, издалека, где была полная доска фигур, в белой комнате жертвовали на ладьерной Д4. И после всего дадут протежа, последовавший ферзь за один шаг. И это еще и все. И это еще и все. Черные пошли король два. Кого-то они вырвались, в общем. Здесь они чувствуют себя довольно странно. Король, наверное, почти под маком. А здесь они уже вырвались на свободу. Все это нужно было посчитать. Даже не верить, что они начинают все главное сказываться. Какие-нибудь два шага. И тоже пока не видно ничего. Король ходит, блуждает по простору, но нижней качестве-то есть запасы. То есть приходится и играет дальше. Король дает мир и пошел. Ну, другие ходят, да. Я просто пропускаю. Я самый главный. Кажется, что опасность большого короля, таким под перекрестным обстрелом глядских фигур, благополучно завершился. Тут даже... Ну, как дальше играть? Не видно, как шаг, но даже нет хороших. Владение может быть, так что окажет. Кажется, что... Кажется, что все в порядке. Но еще два два церковных фразистных слова. Да? Слово неожиданно возвращается, да я пойми, в самый такой непосходящий момент. Ну, подходящий, вернее. Ну, сломался и сказал, ходил сюда, чтобы нападать на черную моря с той стороны. А теперь он жертву с собой. Бить нельзя. Ведь нельзя. Ведь нельзя, потому что состоит просто шаг и на король. Король я один. Шаг, на король я один, на лисе и шаг. И все. Надо давать себе осматривать. Поэтому бить нельзя. Кто-то в один. Что делать? Что делать, если... У черных есть еще, кажется, что хороший ход. Ладья Д-2. Они возвращаются в Азиат. Но это не опасно, потому что если берешь в Азиат, черные берут эту Азиат, потом слона, и получается, что... Ну, у черных не пушек, а пешка покорюшенная. Ладья там есть еще у черных. Это он, наверное, всегда варит друг другу. Значит, последовало ладья Д-2. И еще один, совершенно фантастический ход. И еще один. Ладья Д-2. Ферзи, Ферзи, не успеваем победим, что разное Ферзи? Может быть, ладья Д-2. Как? Ладья Д-2. Совершенно верно. Такой ход Каспаров. Но ты этот ход нашел после того, как сделано 10 ходов. Что я слышал это? А Каспаров должен смотреть 10 ходов назад. Такой тихий ход. Животную позицию надо было иметь в виду, в самом начале, когда пускают фигуру, доска была была на фигуру. Действительно, ладья Д-7. Приходится бить ладью. Ничего другого нет. Ладья Д-7. Теперь уже можно попить. В БС. Но БС. И теперь находись. Та на ней погорел. Уже на его углу стоит. Ферзь, Са-1, Ма-2. И тогда, зато, Ладья Д-2. Пронес, не знаю, бурь на доске. Чего-то. Настоять. Средел против Ладьи. И еще один экрисопротивление. Потому что ферзь, цепь каких-то опасностей создаёт. Темная игра, главная Д-3. Ферзь, надо когда-то потянуться, куда-то. Разница 32. Чего-то думал бы эти экрисы. Ферзь А-8. И здесь последовало Д-3. Ферзь А-4 шахта. Король Г-1. И вот здесь это, наконец-то, по-чего-то, потому что эта пешка не опасна. Белый просто сыграл И-4. Последовало Д-5. И черный сыграл К-1. То есть белый сыграл К-1. И на Ладья Д-2. Сыграл К-1-7. Ну, теперь теряется пешка С-3. Нет хороших ходов, куда ходить. В резервнике. И на границе. Просто шар, куда продадут пешку. А почему, если не сходить до 1? Ну, я думаю так. Съемлю пешку. И ферзь вот владеет уже в гражданстве не играет. Это выгодно. Это выгодно даже без пешки. А еще пешки лишние. Ферзь потом без пешки отмирает. Вообще, отмирает весь плах. Вот такая комбинация. Я могу вам сказать, что «Темный Заяц» на 44-м ходу. А ход Ладья Д-4. Вот тут пешка, которого есть пожарственная помощь. Под пешком. Это был 24-й ход пешка. А это 44-й. Ну, возможно, на последние ходы и так было понятно, что выгодно. Но на 20 годов я скоро рассчитал комбинацию. Вот что такое «Госпаров», что такое вообще шар. Вычитать, конечно, такую комбинацию. Причем не просто рассчитывать. Бывает, конечно, можно почитать. Я иду сюда, он сюда, я иду сюда, он сюда. Или там пешки, скажем, у меня все ферзья в белых. Пешка в ферзье едет черным. Ну, и все считают того, что выбора нет. Белой пешки едет черным. Потом оба пешки становятся ферзьями. Белый ферзь новоявленный на беге шага. То есть можно почитать. А здесь же ходы все непосказуемые. И какими-то связаны с жертвами. И владей жертвы, зефель жертвы, отцу сон жертвы, отцу сон жертвы. Через огонь жертвы. Конечно, совершенно гениальная партия, которая выводит. Так, вроде показано, даже любителям понятно, да? Вот так вот. Каждый ход в отделе, все понятно, что происходит. А все с сонами, конечно, совершенно не мысли. Интересно, я не знаю, что он проверял его на компьютере. Я думаю, что компьютер даже так либо на 20% не может почитать. Там, что они могут почитать. Там гадаза и шлифводы. А здесь же много ходов неожиданных. Николай Иванович Небесный. Ух! Ух! Продолжение следует...